Сегодня семинар у нас посвящен мегалитам и мегалитической культуре в целом. Она распространена по всему миру, то есть на всех континентах, включая Австралию и Антарктиду и на островных государствах, в общем-то присутствуют такие памятники древней культуры, которые мы можем отнести к мегалитам. Что же такое мегалит? Мегалит от греческого это большой камень, то есть мегаэлит. Само название предложил ввести еще в 1849 году английский исследователь Алекс Харбер. Он в своей книге «Циклопы христианства» опубликовал вот такое название для крупных каменных сооружений, как мегалит. И в 1867 году на конгрессе в Париже было принято это название как мировое обиходное название. Во всем мире было принято такое название как мегалит. И оно относится не только лишь к строениям каким-то посвященным, выстроенным большими камнями, но в общем-то оно такое расплывчатое и все, что связано с каменным строительством, в общем-то можно называть мегалитическим строительством, включая даже вот, сейчас вот был на кадре такой лабиринт каменный, это тоже мегалитическая постройка. То есть по сути это относится к некой культуре, которая зародилась по оценкам ученых в конце неолита, это порядка четырех тысяч, четырех с половиной тысяч лет тому назад, то есть до, вернее, Рождества Христова. Вот. Но на самом деле мегалитическая культура, она более древняя, и многие постройки, которые выполнены в самом совершенном, в общем-то, стиле, они, возможно, более древние по своему происхождению, относятся к тем цивилизациям, которые присутствовали на Земле еще до всеми принятого потопа, который произошел порядка 12 с половиной тысячи лет назад. Ну, сами посудите, что человечество развивалось как бы по-новой, после того, как произошел этот потоп, люди потеряли многие технологии, многие возможности свои, и, в общем-то, развитие происходило, так сказать, точечно, в разных частях Земли. И, в общем-то, современная наука, она относится к этому как вот к периоду, когда уже после палеолита, когда человек вышел, так сказать, из пещер и прекратил заниматься собирательством, а начал уже что-то производить и строить, в общем-то, появился вот этот вот период неолита. То есть это появление керамической посуды, появление каменных, значит, орудий производства, труда, то есть некие ножи делались из кремния, потом, значит, делались каменные орудия в виде шаров, молотов, с помощью которых, в общем-то, как считает наука, и обрабатывался тот камень, из которого были построены в основном в количестве своем вот эти вот мегалитические сооружения, включая и египетские пирамиды, и дольмены, и кромлихи, и все, значит, мегалитические структуры, которые, в общем-то, были построены на Земле вот в эту эпоху. Ну, опять же, это по официальной версии ученых, в которой, в общем-то, можно немножко поспорить, так как сама обработка камня во многих из этих памятниках, в общем-то, включает в себя некие довольно сложные технологические процессы, которые до сих пор иногда люди не могут, в общем-то, воспроизвести, даже в сегодняшнем, как бы, строительстве, проектировке и возведении каких-то сооружений, которые связаны как раз вот с застройкой. Вот, это можно сказать на примере пирамид, и даже вот взять обычные дольмены, которые распространены, ну, на нашем вот Кавказе, Черноморском побережье, а также, в общем-то, по всему миру, и в Европе очень много дольменных сооружений, и в Индии, и в Корее, и Японии, и даже в Южной Америке были найдены дольмены, вот, на территории Средиземноморья, ну, они немножко отличались от черноморских, так сказать, дольменов, потому что не у всех есть вот портальный этот вход в виде круга такого, но в Германии, например, во Франции, в Англии, в Ирландии были найдены такие же дольмены, и даже в Индии вот именно с круговыми такими порталами, а в Японии такие порталы есть и квадратные, в принципе, и даже у нас при Черноморье есть несколько дольменов с квадратными порталами, вот. Ну, немножко потом я попозже расскажу, как бы, для чего строились эти порталы, то есть по той теории, по которой, в общем-то, я считаю, что они были воспроизведены когда-то на Земле, но, опять же, официальная наука считает это могильниками, то есть это некие церкофаги, в которые погружались тела умерших, ну, в основном правителей, потому что их не так уж и много присутствует, в общем-то, судя по тому количеству населения, которое жило в этих местах, явно, что не каждый мог получить себе в виде гробницы такой дольмен. Вот. Их было найдено порядка двух с половиной тысяч, ну, из тех, которые сохранились на сегодняшний день, но раньше их было порядка десяти тысяч вот на Северном Кауказе, и, в общем-то, большая часть из них была разобрана, разрушена, взорвана, и даже вот в советское время, там, в 50-е годы, в общем-то, много дольменов уничтожалось, как бы наука не считала их, в общем-то, важными для сохранения какой-то истории и, в общем-то, теми сооружениями, которые говорили о развитии нашей цивилизации, и, в общем-то, каменные как раз постройки, они очень многое говорят на самом деле, но почему-то вот изучение их предназначений не входит, так скажем, в прерогативу официальной науки. И сегодня вот только лишь исследователи, так сказать, самоучки зачастую знают о предназначении дольменов больше и проводят и эксперименты, и физические эксперименты, которые приводят к некоторым неожиданным результатам, вот, и как бы объединяют вот эту вот систему мегалитического строения и, в общем-то, говорят о том, для чего предназначались эти сооружения, не только как могильники или там гробницы, но также как некие храмовые постройки, то есть постройки, связанные с звездной системой, то есть с космогонией, они связаны с тем, что с помощью некоторых из этих вот построек можно было определять дни, значит, осеннего-весеннего солнцестояния и также летнего и зимнего вот равноденствия. Ой, наоборот, я немножко напутал, да, осеннее-весеннее равноденствия и летнее и зимнее солнцестояние. Вот. Помимо этого, на Земле в определенный период, особенно это был Дальний Восток, Китай, где, в общем-то, развивалась такая наука, как фэн-шуй, когда очень много соотносилось с энергетическими потоками, которые, в общем-то, существуют на нашей планете. И, в общем-то, европейская наука тоже к этому приходила. Особенно это развивалось вот в третьем рейсе. И изучение таких линий, как лей-линии, их пересечения, их, значит, энергетическое взаимодействие, оно все было интересно именно с точки зрения помощи, как бы, локального проживания людей на определенных участках земной поверхности. Вот. И насколько вот мы пришли к выводу, исследователи, что многие мегалитические объекты, такие, как вот Менгиры, например, которые распространены у нас и в европейской, и в восточной части, и, в общем-то, вся Евразия занята такими сооружениями, как Менгир. А Менгир – это камень, поставленный в виде стеллы, просто на попа, как бы вертикально. Это ставилось именно в таких местах, реперные точки обозначались, именно пересечения вот этих энергетических потоков. И использовалось это в первую очередь для караванных путей, то есть, когда человек перемещается от одной точки к другой, а в то время автомобилей не было, был только гужевой, как говорится, транспорт, а это тоже живые существа, которые хотели и отдохнуть, и меньше уставать. И для того, чтобы вот сохранить силы своим животным и самим себе, в общем-то, пользовались именно такими путями, которые были обозначены вот этими энергетическими линиями. И если вот перемещаться от одного Менгира к другому, или, например, на Кольском полуострове там есть такие сооружения, как Сейда, это тоже огромный камень, поставленный на три маленьких, их там достаточно много. И тоже вот в поле зрения одного Сейда всегда находится другой Сейд. И обычно вот путь между этими Сейдами указывает некую дорогу, она не всегда ровная, она может там как бы вот так вот вилять, но в то же время она самая оптимальная для того, чтобы преодолеть расстояние по самому полуострову. Там достаточно сложный рельеф и много рек, много каменистых всяких гряд, по которым трудно перемещаться. Но Сейда, они как бы указывают этот путь. Это одно из их предназначений. И все мегалитические объекты, они, в общем-то, не предназначены только для какого-то узко специализированного использования. Всегда это большое количество различных техник и возможностей этого объекта. И вот на примере некоторых сейчас вот объектов я вам пытаюсь это как бы рассказать и объяснить. Вот, кстати, Менгир на Кольском. Во-первых, эти объекты часто стоят на местах разломов в земной коре. В основном это касается дольменов, ну и возможно и Менгиров тоже. Дело в том, что в той среде, где идет разлом, происходит некий пьезоэффект. Когда большие пласты каменные давят друг на друга, соответственно, происходит такой же эффект, как пьезозжигалка. Когда вы зажигаете, идет некая искра, которая поджигает газ и уже вы потом прикуриваете. То же самое происходит вот в каменных пластах. И вот этот энергетический поток, пьезопоток, его еще называют телурическая энергия, которая пронизывает, в общем-то, все каменные пласты земной поверхности. Она идет, распространяется по границе среды, то есть по границе этой трещины. И часть этой энергии выходит на поверхность. И дольмен, который стоит над этим местом, а все дольмены построены в основном из песчаника, а это, по сути, кварц, кварц хорошо проводит электричество. И сама камера дольмена, она построена так, что она является неким резонатором той энергии, которая попадает вот в основание самого дольмена, а это всегда плита. И распространяется по границе среды, опять же, вот внутри всей этой камеры. Сейчас вот ребята проводят как раз эксперименты с тем, чтобы создать определенную частоту внутри дольменной камеры, просто прикоснувшись микрофоном к камню, и посмотреть, насколько она будет резонировать вот именно в этой камере, которую у себя представляет дольмен. А дольмены в основном все построены по принципу золотого сечения. Если вот, например, протянуть руку от нижнего угла до верхнего бокового, то есть по диагонали, то вот эти вот размеры, они соотносятся именно с правилом золотого сечения. Еще это называлось на Руси косая сажень когда-то. Это интересно было подмечено одним из исследователей из Геленджика, Дмитрием Дмитриевым, который, в общем-то, в принципе, очень много узнал информации о предназначении дольменов. И, в общем-то, они постоянно рассказывают о своих выступлениях, которые он проводит в основном с туристами. Ну вот я приду сейчас вот к тому примеру, который я называл. Вот этот микрофон, специально создающий частоту порядка 9,2 Гц, то есть это низкочастотное достаточно излучение, она, значит, вызывает в дольмене некий резонанс. И сама дольменная камера начинает как бы вот в этом резонансном состоянии выдавать некий энергетический поток, который иногда люди наблюдают, как некие шары-плазмоиды, которые вылетают просто из дольмена. Иногда это просто фиксируется частотометром, который стоит, например, за порталом дольмена и направлен именно на портал, после чего он начинает делать некие колебания. То есть это не постоянный поток энергии, а как бы идет накапливание небольшое вот в этой камере. И потом идет выброс. То есть выброс идет через вот это вот отверстие этого портала. Для чего это делалось? Мы можем только пока что предполагать. Возможно, древние могли таким образом аккумулировать некую энергию, которую использовали потом в своей технической какой-то техническом виде. То есть либо накапливали это в кристаллах, либо использовали вообще как техномагию некую, либо эта энергия просто уходила в пространство для того, чтобы снять напряжение в земной коре. Потому что все-таки сейсмоактивный достаточно регион, Кавказ, и вообще все, где дольмены стоят вот на этих разломах, там всегда происходит некая сейсмическая активность. И вот эта энергия, которая накапливается в земле, она не находит в себе иногда выхода, и происходит разрушительное землетрясение. А здесь вроде бы как идет вот как датчик, который снимает эту энергию излишнюю, а потом просто ее выдает в пространство, и возможно она используется живой природой тоже как некий аккумулятор, который помогает, в общем-то, развиваться вот в окружающей среде. То есть это безвредно для природы. И сами эти постройки, они всегда очень гармоничны, как бы вписываются в пейзаж. Даже взять вот, например, перуанские города и вот эту вот мегалитическую кладку полигональную, которая использовалась в строительстве стен, мы всегда наблюдая за этими объектами, в общем-то, можно сказать, что они не особо выделяются на фоне, так сказать, окружающих гор и пейзажа. То есть они как бы гармонично вписываются в нее. И люди в прошлом, ну, так как они вели, в общем-то, в основном ведический такой образ жизни, уважали духов природы, почитали богов природы, свой род, и, в общем-то, все это было гармонично уложено вот именно в строительство вот этих вот мегалитических объектов. То есть использовали природную энергию для того, чтобы пользоваться ей, ну, в свое благо и в то же самое в благо самой природы. И поэтому, подходя как бы к использованию вот этих вот объектов человеком, нужно всегда учитывать их миропонимание на тот момент, когда они жили. И действительно люди, знающие, так скажем, ведающие, они пользовались дольменами и мегалитическими постройками именно как неким центром развития. И в то же время это был памятник, который говорил о том, что, ну, человечество достигло определенного уровня, и в определенном, как бы, этапе сознания пытается поделиться и передать это своим потомкам. И вот эти вот изображения на дольменах, они иногда рассказывают нам о таких вещах, о которых мы сейчас только-только начинаем что-то понимать и приходим к этому миропониманию. Так, например, вот в дольмене на горе Нексис существует такой рисунок. Там лунный дольмен, там есть два дольмена сохранившихся, один солнечный, да, другой лунный. Вот в лунном дольмене есть такие вот на стенах, как бы, изображения некой волны. Причем на левой и на правой стенках пики идут в виде таких, как бы, углов прямых, а на дальней стенке это как луночки такие. И вот, значит, левая и правая стенка имеют по 10 вот этих пиков, а та стенка, которая идет вот напротив самого портала, там этих пиков 28 штук. И о чем это говорит? Это говорит о том, что это изображен менструальный цикл женщины. То есть этот дольмен помогает людям выбрать время для зачатия ребенка определенного пола, либо мальчика, либо девочки. Причем это четко там обозначено. Сами блоки делают, как бы, такие полосы, то есть стык блоков рисуют полосы, в какой день, значит, кого можно зачать. И, ну, я вам сейчас этот рисунок покажу, как бы, более, так сказать, как бы, качественно, чтобы вы могли посмотреть и сравнить с той таблицей, которая существует вот у медиков на сегодняшний день. То есть момент овуляции, момент появления вот яйцеклетки, когда идет всплеск температуры в теле женщины, говорит о том, что этот уже процесс больше, так сказать, вот после этого происходит большая вероятность зачатия мальчика. А до этого, за пять дней, как раз девочки, потому что женские хромосомы, они более, так скажем, живучие и менее подвижные. То есть они ждут своего времени, когда появится яйцеклетка, для того, чтобы занять свое место, как бы сперматозоид попадает в яйцеклетку и происходит вот, как бы, оплодотворение. А мужские XX, они более подвижные, но менее живучие. То есть они уже выходят в тот момент, работают, вернее, в тот момент, когда женщина уже появилась в этой яйцеклетке. Ее нужно достигнуть, как говорится, быстрее попасть и, так сказать, зачать мальчика. Но для чего боковые стенки? Почему там изображены вот по 10 пиков с обеих сторон? Причем на правой стенке после этих пиков идет такая, как бы, полоса из нескольких таких тоже изогнутых, как бы, там, пять или шесть всего таких полосочек изогнутых, которые идут, как бы, сверху вниз к самому, там, не к самому десятому пику, а где-то к девятому пику подходят. И то же самое от девятого пика с левой стороны полоса идет снизу и вверх. Вот. Что это говорит? Это говорит о том, что развитие плодов в теле женщины проходит 10 лунных месяцев. Каждый лунный месяц это 28 дней. И, значит, на девятом месяце вот эта вот душа, которая из верхнего мира попадает в срединный мир, она, как бы, попадает вот в тело того ребенка, который должен родиться. А с левой стороны, она, наоборот, показывает, что из нижнего мира душа приходит в наш мир для того, чтобы воплотиться. И вот этот процесс, он, как бы, тоже за десять месяцев, вернее, за девять лунных месяцев, он, как бы, работает до того момента, когда еще произошло зачатие самого ребенка. То есть это использовалось, скорее всего, для того, чтобы реинкарнировать душу ушедшего в роду человека и определенным способом обратиться вот к богам нижнего мира, а считалось у нас это, значит, Мара в славянской мифологии, там, Персифона это была, по-моему, Греция, в Индии там была Кали, богиня нижнего мира, которая как раз и занималась тем, чтобы вот давать добро на переход души более, как говорится, в другое пространство. А шаманизм, он весь связан с трехмирием, то есть все шаманы, они живут в трех мирах. И когда они погружаются в свое камлание, они обращаются к духам либо верхнего, либо нижнего мира для того, чтобы те помогли в излечении болезни, какие-то проблемы решить в семье у кого-то. То есть они помогают людям, это их предназначение. Но что самое интересное, то что Дальмен показал такой эффект и сейчас там проводят такие практики, когда обращаются к духу Дальмена с тем, чтобы он помог родить ребенка. и многие люди, кто вообще не мог допустим зачать, они как раз начинают в этом месте. Ну естественно это происходит не в самом Дальмене, хотя часто люди обращаются именно к солнечному Дальмену, как именно к тому месту, где можно зачать ребенка. Там очень часто люди ночуют. А лунный Дальмен, вот он показывает этот сам процесс. Причем на самой крышке Дальмена много таких вот луночек, которые изображаются в виде кругов, это определенного рода календари. Они не все 31 день или 30 дней имеют, некоторые из них имеют 28 луночек, некоторые 33, то есть это некие временные как бы системы, которые показывали определенные процессы. А для того, чтобы не пропустить какой-то день, просто человек, который хранитель этого Дальмена клал шарик каменный вот в эти луночки и его каждый день перемещал там с одного места на другое. Также есть интересный Дальмен, который находится на реке Жане, поселке Возрождение. Их там три таких основных Дальмена, два из них составные круговые Дальмены, довольно редкие, и один Дальмен составной, который имеет определенный портал, тоже с изображением таких же вот зигзагообразных линий, которые находятся и снаружи портала, и внутри портала. И вот то, что находится внутри, там опять же Дмитрий Дмитриев пришел к выводу, что это показан счет, который раньше назывался 40-40. То есть это был такой интуитивный счет, который человек мог обладеть там с самого раннего возраста. Мать зажимала просто фалангу пальца, то есть на руке вот у нее было четыре пальца и использовались вот по две фаланги каждого пальца. И вот как бы закрывая фалангу можно было значит зафиксировать допустим этот счет. есть если ты считаешь до пяти зажимаешь одну фалангу то есть пять вторую фалангу это десять и так до сорока то есть получается восемь фаланг и счет велся до сорока и дальше уже считались вот этими сороками то есть как бы если нужно было что-то продать или приобрести как бы это очень часто использовалось вплоть до девятнадцатого века на Руси на сорочинских ярмарках так называемых вот слово сорока или сорочка они все произошли от этого счета сорок сороков вот и даже детская песенка там сорока белобока кашку варила деток кормила и тоже она показывала вот эти вот фаланги на пальцах первоначально это сейчас мы один палец только загибаем а раньше как бы на каждом пальце было по две фаланги вот и там изображено тринадцать таких лунок значит восемь и пять и между ними есть небольшая граница и изображены два камушка которые как бы фиксируются когда идет счет то есть закладываются в эти лунки ну в общем опять же это кто-то создавший этот дольмен он как бы человеку дал возможность вот считать помимо этого дал возможность вот перерождать своих детей в собственном роду и выбирать пол ребенка дальше дольмен значит учит нас не только как бы счету и рождению детей но также и письменности то есть есть некие символы которые можно смело отнести к глаголице а глаголице это тоже такой интуитивный вид письма по изображениям самих этих знаков в общем-то можно догадаться о смысле сказанного но это довольно такая долгая тоже как бы тема поэтому я на этом останавливаться не буду все дольмены имеют солярные символы вот этот вот крест в круге например или концентрические круги там несколько в круге они все являются как бы солярными то есть это обозначение солнца высшего божества и даже все вот идолы которые строились уже там делались из дерева впоследствии они тоже в общем-то являются некими солярными символами и вот этот верхний лик или голова идола всегда обозначало солнце либо это бог Ра либо там у нас это Ярила но интересно вот например такой пример как Шигирский идол который нашли в 1900 году на Шигирских болотах это на Урале и до сих пор он хранится в краеведческом музее сейчас города Екатеринбурга у него есть свой хранитель там женщина с которой я там знаком лично Светлана не помню фамилию сейчас правда вот и интересно ну такая теория как бы предназначения таких идолов я еще хотел сказать что ему по последним измерениям как бы вот радиоуглеродный делали анализ три раза и вот последние два раза показали сначала 11,5 тысяч лет а сейчас уже 12,5 тысяч лет вот именно возраст этого идола это говорит о том что ну этот идол вдвое старше египетских пирамид и в то же время вот эта вот культура идолопоклонничества то есть вот строительство этих кумиров возведения она сохранялась на протяжении более 10 тысяч лет и почти без всяких изменений и человечество в общем-то не занималось тем чтобы вот развить свою технологию там каким-то образом улучшить свою жизнь за счет техники или там каких-то изделий а жили все в общем-то в определенном порядке то есть если использовали какое-то оружие то это был меч нож копье значит стрела и веревка и все по сути больше никакого развития в течение 10 тысяч лет не происходило это уже потом вот в античные времена начали изобретать для завоевания городов там стенобойные орудия различные там катапульты и уже вот с тех пор началось развитие технологий в Китае придумали порох и в общем-то постепенно постепенно человечество пришло к тому что вот уже сделали ядерное оружие с помощью которого мы все благополучно можем в общем-то в любой момент как говорится кануть в лету и возможно предыдущие цивилизации как раз и страдали от таких вот вещей когда сильно начиналось развитие технологий и в итоге это приводило как бы к смерти самой цивилизации вот есть просто такой космический закон который говорит о том что технологии не должны опережать развитие духовности общества а мы сейчас к сожалению наблюдаем спад духовности но развитие технологий во всем-то во всех областях ну вот опять же вопрос да как могли построить с помощью каменных орудий вот такие сооружения это даже вот просто дольмен а вы знаете что у каждого дольмена есть такой фундамент который был сделан гораздо более по своим трудозатратам гораздо более сложно чем сам этот дольмен производился потому что обтесать из песчаника вот эти плиты или там взять допустим уже какую-то скалу из песчаника и внутри нее сделать вот это вот корыто то есть есть корытообразные такие дольмены вот это достаточно ну как бы трудоемкий но простой процесс а вот сделать основание под дольмен чтобы он стоял и его не перекашивало и вода не подмывала его то есть это гидротехническое сооружение очень на высоком уровне и ученые которые вот исследовали эти дольмены они даже некоторые решения принимали для строительства в последующем например теплостанции и атомных даже энергостанций для того чтобы вот сейсмостойкость сохранить вот этого сооружения то есть там идет достаточно толстая плита под ним несколько слоев различного грунта то есть песок глина там есть значит водоотводные такие каналы которые позволяют той воде которая проходит в грунтовых водах там под самим дольменом не влиять как говорится на саму постройку и тем самым дольмен до сих пор вот они до нас дошли и многие из них дошли в первозданном виде и совершенно никаким образом не пострадали вот официально их возраст порядка там шести там семи тысяч лет но возможно что первые дольмены были построены еще гораздо раньше и строились они как раз вот с целью того чтобы донести до людей некую информацию и вот эти вот сложно построенные дольмены которые имеют вот эти рисунки значит изображения на порталах вот они как раз самые древние и то что строилось потом все уже шло по пути упрощения сейчас например вот возле майкопа там найдено ну как найдено ее давно уже знали там целая такая площадь которые порядка двухста или трехста небольших дольменчиков построены возможно их как раз и строили уже как некие могилы для тех там жителей кто ну там недалеко от майкопа я как бы точно не могу сейчас вот сказать место но в принципе по карте можно посмотреть показать да ну они такие небольшие они вот размером наверное там чуть больше собачьей будки эти дольмены кстати вот очень много курганчиков которые и в шапсуге находятся и там на побережье некоторые черные археологи так сказать копают эти курганы и внутри находятся тоже такие небольшие дольмены и уже внутри этих дольменов там костяки находят людей и какое-то оружие то есть мечи там сабли и керамическую посуду то есть то что клали вместе с усопшим вот но вот в крупных дольменах ни разу не находили в общем-то останки людей хотя считают что все-таки они использовались первоначально как именно гробниц ну есть дольмены да еще закупоренные но они как бы имеют все равно вот видите тут ложный портал то есть некоторые дольмены строились именно сложными порталами с какой целью это делалось неизвестно но интересно вот такая теория то что вот эти вот втулки которые закрывали отверстие дольмена они все были закрыты когда-то эти дольмены они имеют такую длинную достаточно форму и позволяют этой втулке перемещаться то есть не просто закрывать как крышкой а используют ее в виде некого реостата который может менять частоту которая присутствует в стенках дольмена то есть таким образом возможно подбиралась та частота под природный вот этот вот энергетический поток для того чтобы происходил эффект резонанса внутри камеры да то есть таким образом регулировали они вот этот эффект резонанс и дольмен скорее всего аккумулировал эту энергию довольно в большом количестве и потом ее просто как бы отпирали и использовали уже для каких-то там своих гаджетов ну я сам лично видел несколько раз вот эти вот плазмоиды которые летают вокруг дольменов я не видел что он прям вылетает из портала но у меня есть снимки где показано что они именно внутри формируются эти плазмоиды ну не помню лет наверное 5 назад вот мы с экстрасенсом нигде и Брагим и Ваффа ездили в Геленджик тоже там у нас база была в Генноморском и вот мы решили посадить деревья на горе Нексис рядом с дольменами лунной и солнечной потому что думали что эту гору скоро полностью строят так как там карьер внизу добывают там камень из которого делают цемент вот мы знаем что если это выгодно бизнесу то часто памятники культуры в общем-то на них никто внимания не обращает но потом мы правда узнали что эти дольмены они сейчас под охраной ЮНЕСКО познакомились с директором этого карьера который сам в общем-то в нашей теме и он так сказал что ребята не переживайте мы сейчас копаем только вниз как бы туда уже мы не углубляемся в гору эти дольмены будут сохранены вот но в то же время вот наша цель была как бы привлечь общественность именно к этим двум дольменам так как они являются достаточно интересными в плане исторических таких памятников и мы посадили там деревья и когда мы посадили уже у лунного дольмена дерево то наш водитель просто стоял в сторонке и потом позвал меня говорит Игорь а что это такое и показывает мне наверх а там висит вот такой белый шарик ну вот он совершенно такого матового цвета как бы не ярко светящийся но видно что это какой-то плазмоид вот он просто висел над нашей группой хотя там снимали фильм там с этого с ТНТ с канала была съемочная группа у них летал коптер вот и когда люди увидели то есть все обратили внимание на этот шарик он резко вот так вот раз и вниз туда ушел в сторону моря в сторону там соседней деревни которая была за таким вот провалом горном как бы и завис где-то километрах может восьми там в десяти от нас вот за этой деревней прям над лесом долго мы за ним еще потом наблюдали но его уже почти не видно было маленький такой вот говорят что успели снять на видео но вот этот фильм я до сих пор так и не увидел хотя его снимали для того чтобы там рекламировать наши поездки именно по Краснодарскому краю по дольменам и как бы возить людей в такие вот туры ну и дело в том что второй случай у меня произошел также возле этого дольмена мы уже были с группой энергетов когда мы собрались значит в дольменном дворике в круг вдруг после вот нашей медитативной практики вдруг все увидели что вокруг нас образовался какой-то туман то есть за территорией дворика уже ничего не было видно было как белое молоко какое-то то есть мы попали в некую другую пространство и закрыв глаза я просто прям увидел что передо мной стоит человек как будто вот он в белой одежде сам с белыми волосами причем примерно вот такой длины волосы как вот я его сравнил с роботом Вертером из фильма «Гость из будущего» и в принципе он как бы обратился с просьбой о помощи причем эта просьба достаточно была такая как бы проникновенная и люди которые стояли со мной они тоже видели и слышали в принципе то же самое просто кто-то видел его как вот прям человека с лицом там с руками и мог его описать а кто-то видел просто как белое такое облако вот ну то есть это некий фантом который вот появился для того чтобы с нами пообщаться это было конечно вот интересно такое целое откровение ну и в общем-то процесс вот строительства долеменов я думаю он был как раз связан с тем чтобы вот людей привлечь к определенным к определенной жизнедеятельности то есть чтобы человек согласовывал все свои действия с энергиями земли и мог пользоваться тем что предыдущие цивилизации либо это были какие-то боги аватары там которые строили эти долемены первоначально для того чтобы дать людям некую информацию вот чтобы они могли людей как говорится включить в процесс жизнедеятельности по правильной стезе дать им так сказать пинка такого и я например считаю что долемен конечно это очень такое интересное сооружение которое нельзя воспринимать просто как некий каменный ящик ну и тем более как просто какую-то могилу обычного человека в общем-то и даже вот допустим останки там труп очень трудно затащить в эту дырку то есть это нужно кому-то внутрь залезть его каким-то образом там туда протащить уложить там ну сами да сами понимаете что это в общем-то ну довольно как бы необычно то есть люди не строили себе жилища из камня а вот такие объекты в общем-то они там повсеместно находятся их могли конечно вторично использовать и под хранение там каких-то запасов и от солнца действительно может где-то спрятаться от жары вот там и влага образуется кстати внутри дольмена за счет того что идет конденсат вот возможно там собирали каким-то образом воду если ну вообще-то да я вот не замечал такого чтобы там прямо они были мокрыми влажными сколько вот что-что а дух а то чтобы сохранить сохранить эти дольмены которые находятся на горе потому что он тоже переживает там идет вот эта добыча камня постоянно там идут взрывы то есть там не просто их ломают а еще подрывают вот саму породу и уже потом начинают дробить и грузить там грузовики вывозить с этого карьера да да на горе нексис а этот дольмен как я понял он является неким центральным дольменом который сообщается сетью остальных дольменов которые находятся в этом регионе то есть это некий как бы управляющий дольмен возможно он является ну как бы заселен тем духом который имеет своих родственников то есть целый род этих духов которые находятся в других дольменах причем это не только присуще камням но и значит деревьям например в лесу то есть если зайти в лес то есть дерево матриарх которое имеет внутри себя вот такую так скажем осознанную сущность ее назвали аномиты этим занимается вот наш знакомый со славой из Питера исследователь который уже поставил очень много экспериментов по этому поводу и вот он как раз говорил о том что вот эти семьи аномитов он их назвал даже не кланами а прайдами как у львов то есть вот эти прайды этих аномитов они заселяют и каменные сооружения и в то же время заселяют вот деревья в лесах и многие замечали наверное когда вот приходит дровосек например рубить дерево в лес то до того как он совершил первый удар значит лес живой то есть птички поют там ветерок дует в общем-то все так становится приятно находиться в лесу как только человек начинает рубить дерево без спроса а раньше люди всегда заходя в лес они как бы спрашивали духов о возможности там для себя срубить несколько деревьев и они даже получали информацию какие из них можно было срубить а если человек заходит не знаю ничего этих порядков рубит дерево тут же лес как будто напрягается становится тихо перестают вот эти листья дребезжать и деревья чувствуют боль своего собрата и в общем-то этот человек он попадает в некую зону где ему не рад он может сломать себе ногу спокойно выходя из леса или там где-то запнуться что-то где-то заблудиться то есть такие случаи довольно чисты а если уж он срубит дерево матриарх то тут уж вообще как говорится могут быть тяжелые последствия потому что в этих прайдах есть и охранники и то же самое кстати вот дольменные деревни которые находятся в определенных локациях где сразу по несколько дольменчиков находятся например на Пшаде таких деревень несколько вот там тоже есть дольмены которые являются некими охранниками этой территории если человек заходит к этому дольмену не зная как это сделать то его может сильно как говорится огреть бывали случаи когда человек просто уносили ну то есть он терял сознание и человек просто уносили от таких дольменов я сам на себе такое испытал на Пшаде вот там самая первая дольменная группа с левого берега там два хороших таких красивых дольмена за ними там два полуразрушенных а слева еще есть два дольмена разрушенных и один такой тоже разрушен но не до конца и вот он самый дальний и вот я к нему пошел и как-то без всякой задней мысли подхожу к нему и вдруг чувствую что что-то вокруг меня происходит то есть меняется как будто бы вся структура вот этого моего бокового зрения я начинаю ходить вокруг него ища тропинку чтобы выйти не могу ее найти сделал несколько кругов вокруг него думаю что-то происходит не то и вот прям чувствую что сознание меня скоро покинет и как-то вот пошел по прямой вот так прям через лес и в общем-то вышел на ту группу дольменов которые там в сторонке немножко и уже потом подошел к ребятам к нашим энергетам объяснил ситуацию и вот мы стали уже совсем по-другому действовать и в общем-то в итоге нам удалось подойти к этому дольмену уже без всяких последствий для кого-либо мы спокойно пообщались там посмотрели походили в общем-то поднабрались там энергии как обычно это делается ну это вот к тому что возможно каждый дольмен имеет своего хранителя то есть в неком энергетическом поле существует сущность которая в общем-то контролирует вот все что вокруг этого дольмена происходит ну опять же это теория которую трудно подтвердить единственное вот что я могу это вот показать несколько фотографий где вот эти плазмоиды видны и допустим вот это видео которое ну как мне Мехди сказал фильм готов и что вроде как видно как этот шарик там летит интересно было бы конечно его глянуть но я еще сам не увидел вот ну что находили ну вот в небольших дольменах которые откапывают как раз в этих курганчиках находят часто да это уже аланская черкесская культура когда уже там просто ну хоронили вот именно в таких там достаточно тоненькие стеночки да тоже из песчаника в основном их делали то есть ну там 5-6 человек спокойно могли бы принести такую плиту чтобы установить в виде там дольмена но есть дольмена у которых крышка там 20 тонн весит ее естественно принести достаточно сложно да и вот европейские дольмены есть вообще массивные очень крышки ну опять же это не самые может быть великие мегалиты на земле существуют и мегалиты те которые в общем-то довольно сложно так сказать сказать соотнести с теми технологиями которые существуют даже сегодня сейчас я вам покажу вот блоки из Баальбека вот человек стоит видите рядом с ним какой блок а который блок под ним он еще в два раза больше то есть вот этот вот блок оценивается весом порядка 1200-1600 тонн вот его могут приподнять только лишь слегка 10 кранов кумо которые на 100 тонн вес рассчитаны это так называемый трилитон это уже в храме Аполлона в Баальбеке тоже из таких же блоков построен на основании этого храма здесь показан карьер где производились эти блоки вот они полностью вырезались из породы все-таки эти блоки нет это как бы есть теория что это бетонная технология но все-таки по составу самого камня по вкраплениям там определяют что это монолитные блоки которые именно идут со временем со временем штанг ну сегодняшняя кстати наука подходит к тому что камнеподобную структуру возможно создать но опять же с путем измельчения камня и дальнейшего воспроизводства с помощью некого такого как 3D принтера который в общем-то послойно просто воссоздает структуру этого камня есть вот у нас ученый один который этим занимается и в общем-то провел уже ряд экспериментов но все-таки Баальбек я считаю что это построено из природного камня каким-то образом его так вот удавалось вырезать вырубить из породы и доставить именно на место стройки вот а как как это доставлялось ну на сегодняшний момент очень сложно предположить то есть никакие вот эти вот волки там или волочение волоком по круглым там бревнам или каким-то колоннам не позволят это сделать потому что вес очень большой и даже приподнять его ну это путем различных там соединений и капистанов там вот этих рычагов тоже очень сложное сложное для воспроизводства технологически потому что в то время даже не было еще железа никто не знал что такое железо то есть это постройка еще медного века то есть это уже неолит считается как бы строительство то есть античная ранняя антика порядка двух тысяч лет до новой эры но еще бронза не была изобретена а медь это достаточно мягкий металл с помощью которого очень трудно резать камень тем более такого порядка вот ну опять же да тут нужно опять же подавать воду с таким давлением чтобы можно было разрезать породу сделать это довольно сложно а терпение да ну как бы наука говорит о том что сидели вот этими диоридовыми шарами обрабатывали таким образом как бы полировали камень но если взять даже вот египетские пирамиды то ну хорошо те блоки из которых он построен там 2,5 тонны их возможно было вручную обработать в общем-то доставить и поставить но там есть еще и гранитные блоки которые внутри находятся камеры большой пирамиды например вот они соединены очень четко подгон то есть там меньше 2 миллиметров вот это вот место соединения этих блоков и вес у них порядка там 12 тонн то есть 12 тонн это уже достаточно сложный объект который довольно трудно доставить на место но в принципе это возможно сделать но вот те блоки которые находятся в Баальбеке это в общем-то невозможно даже для сегодняшней цивилизации нету таких подъемных механизмов которые смогли бы поднять такие блоки и установить фундамент этого сооружения ну помимо этого есть следы обработки то есть эти следы находятся в Египте например сейчас я вам Египет включу тут Андрей Жуков ну это вот большой пирамиде такой там внутренний блок создающий как бы портал для прохода ну тут отверстия тоже которые просто сделаны в гранитной породе представляете отверстие из которого просто этот гранит как вот глину вынимали то есть каким-то образом размягчали породу для того чтобы буквально ведрами вот как из колодца вытаскивать этот гранит вот тут вот видно кстати видите как сглажены некоторые блоки возле портала там пирамиды хефрена ну это опять же суанские каменоломни вот тут показан с замком блок который достаточно легко люди воспроизвели но сейчас например построить такой блок из камня и зацепить его с таким промежутком это очень сложно колоссы здесь мы видим различные из разного кстати материала сделанные вот эти саркофаги серапиум их там по-моему 28 штук вот вес их тоже там одной крышки порядка 12 тонн поэтому как их создали тоже мы не знаем они имеют внутреннюю идеальную вырубку то есть прямые углы здесь сохранены даже внизу да они бесшовные и когда обратились к современному производству гранитному смогли бы они вырезать такой же такую же выемку в блоке гранита сказали что это невозможно то есть проще сделать из четырех стенок скрепить их между собой но чтобы таким образом вырезать внутри особенно внутренние прямые углы это очень сложно даже с помощью дисковых пил которыми пилится гранит эти углы создать невозможно это нужно посадить туда мастера который будет в очках выдалбливать и не дай бог он где-то ошибется дело в том что действительно как бы древние обладали такой технологией строительства о которой мы сейчас можем только вот кстати разрез здесь показан это вот втулка которая выпала после сверления цилиндрическим сверлом вот внутри гранитной породы и когда смотрели вот эти вот бороздки шаг между ними порядка двух миллиметров то есть за один оборот сверла проходило вот это вот сверло на два миллиметра сейчас мы можем достигнуть только уровня 0-0-2 миллиметра при использовании алмазных сверл которыми пилят вот такой же гранит то есть получается что давление на инструмент и его как говорится проходческая вот эта способность она была порядка чуть ли не в 500 раз больше чем те инструменты которыми мы пользуемся сейчас ну я не думаю что он был мягче но возможно что именно поверхность камня могли размягчать то есть есть такая да потому что мы же наблюдаем например вот пустылиновую кладку в перу это полигональная кладка которая не имеет почти зазора между швами и эти блоки они так уложены что невозможно даже туда там лезвие бритвы просунуть между ними вот и они как бы вдавлены друг друга если вот убрать один блок то поверхность будет неровная отполированная а как бы будет иметь такой промин и это говорит о том что поверхность камня перед тем как его поставили была мягкой как пастелин но полностью мягкий нельзя было делать камень потому что его никакая опалубка бы не выдержала допустим если это бетонная технология то заливать каждый блок нужно было удерживать определенную силу вот этого давления которое распирало этот камень у этих камней есть некие подтеки снизу так называемые боссы они как раз могли образоваться только лишь при наличии мягкого слоя не более 10 сантиметров но как размягчить камень его нельзя было греть потому что при нагреве камень обычно трескается вот есть определенные условия там электро электропечи которыми расплавляют породу но ее расплавляют в тигле эту породу если таким образом воздействовать на блок то этот блок просто потрескается и как бы он не будет иметь такую текучесть но сейчас вот проводят эксперименты когда опять же низкочастотным инфразвуком подводят к блоку например этот приборчик и достигают резонансной частоты которая разрушает межмолекулярные связи вот в самом камне то есть получается так что ядро перестает удерживать эти электроны и таким образом появляется текучесть камня и он становится таким пластичным причем он не нагревается а то что это не было нагрето доказывает следы на камнях часто вот на этих полигональных блоках особенно это вот на острове Пасхи заметно было когда Скляров ездил туда с экспедиции они как раз исследовали там вот платформы на которой стоят вот эти статуи Мал и значит есть прям отпечатки пальцев как будто палочкой там кто-то проводил рисунки какие-то рисовал на этом камне как на пластилине а потом это все застыло и соответственно те приборы которыми если это действительно использовался резонансный инфразвук то они должны были быть достаточно массивными потому что обработать там даже пусть какой-то участок этой стены то нужно было подвести допустим размером хотя бы с КАМАЗ то есть вот такой прибор который бы мог направленно воздействовать на структуру этого камня пока что эксперименты проводятся вот на лабораторных условиях то есть там камни не больше 10 на 10 сантиметров которые тоже начинают течь то есть появляется вот эта структура мягкости самого камня но той энергии которую используют в общем-то уже не хватает на более масштабные так скажем проекты хотя в принципе это можно все создать построить и таким образом в общем-то строить какие-то объекты и сегодня но опять же наука почему-то этим не особо интересуется вот они стоят на своих пастулатах да им проще как бы объяснить это все сверлением медными трубками когда сидит человек вот так на корточках через такую ну как раньше палочкой зажигали вот огонь да 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 или тут этой трубкой и вот например такая организация как антропогенес они вот доказывают что это возможно значит так и делалось извините ребята а вы со своими инопланетянами идите там как говорится к черту или там с предыдущими цивилизациями это все не доказано хотя вот здесь вот видно например вот на Суанском обелиске который не достроен как выбирали эту породу то есть явно ее не выстукивали там как вот объясняют что диоридовыми шарами выстукивали этот гранит для того чтобы отломить от основания сам вот этот монумент стеллу вот а похоже что ее просто черпали некими ну как тяпками то есть размягчали снимали слой опять размягчали опять снимали и такой кстати след остается не только вот в Египте ну и в Перу то же самое то есть есть карьеры на которых вот видны такие следы ну здесь вот я вам как бы Египет включил сейчас я вам включу перуанский вот видите какие остаются следы как будто лопатой копали то есть вот эти шары которые там найдены в исламской каменоломне гиаридовые их ну представляли как некие инструменты с помощью которых делалась эта вот поверхность на самом деле эти шары они являются конкрециями в граните то есть когда гранит добывают пилят часто в граните находят такие круговые вот эти гиаридовые шары они просто образуются как конкреция в общем-то в любой породе такие конкреции довольно часто присутствуют песчаники в том числе тоже вот я хочу показать вам китайский мегалит он является самым крупным и даже больше по размеру чем те которые найдены были баальбеки вот единственное неизвестно приподнимался ли он вообще как бы или это если он да да ну вот тут и оно что там нету больше таких скал то есть это вот возможно было две скалы из которых вырезали вот эти вот отверстия отполировали поверхность и создали как бы на одном месте вот их там два таких вот этих мегалитических объектов хотя возможно вот это вот как раз те горы которые окружают они может быть как раз из такой же породы состоят да предназначение непонятно да возможно в общем-то все крупные такие объекты они создавались для того чтобы показать возможности правительства величественность да правитель это вот такой географ есть в Китае тоже непонятно вообще кто и когда и для чего его создал его видно только с большой высоты да сейчас Индия пока что вообще не изучена в этом плане, как говорится, непочатый край. Там много всего интересного. Там есть целые храмы, созданные из молибдена, то есть 80 процентов молибдена в породе присутствует достаточно. Но это металл редкоземельный. Говорят, что это Шива прилетел на своем корабле, и когда он не смог подняться, он из этого корабля создал вот эти храмы. Это пещера. Она сделана в такой мегалитической трубе, можно сказать, но внутри была полностью сделана такая вот закругленная поверхность. Тут вот недоделанная пещера, кстати. Пещера нет. Ну вот пещеры нет, это не песчаник, это гранит. Это вот, вы знаете, как все это. Это из монолитного камня, причем построены вот такие вот объекты. Здесь вот интересно, видите, бассейн, колодец. Вот это вот колонны, которые вообще неизвестно, как могли создать. То есть это явно машинная обработка, причем круговая. И таких колонн достаточно много в лимбийских храмах. Здесь вообще шестиугольная поверхность. Вот как создавались эти вещи в то время, не имея никаких инструментов. Ну да, примерно. То есть это довольно крупные колонны. Это вот дольмены в Индии. Да, есть идентичные колонны. Есть идентичные, которые построены по машинам. Это вот тоже индийский объект, тоже дольмен такой интересный. Самый крупный лингам, который есть в Индии. Это вот все сделано в пещере. Представляете, вот эта пещера и все это монолит. То есть нет принесенных блоков, из чего это строилось. То есть убирали просто все лишнее в каменной пороге. Как это делалось, неизвестно. Ну вот опять же вот такие. Здесь вот интересный храм, то что его вот эта вот верхняя часть, она сделана из монолитного камня весом, сейчас скажу сколько, 20 тысяч тонн. Вот как его туда подняли? Ну, только лишь если могли лишить его веса каким-то образом. Возможно, такая технология существовала. Ну вот монахи, да, говорят, поднимают камни на верхнее строительство с помощью там-тамов и вот этих труб длинных таких, в которые они гудят, создавая определенную длину волны звуковой. И она позволяет камню как бы лишаться ее веса. То есть гравитационные силы перестают работать. Ну, не знаю, я это лично не видел, но как бы описывают, что таким образом, возможно, поднимались грузы. Так вот трактат Виманика-Шастра, например, описывает ртутные двигатели Виман, которые могли уменьшить вес самого объекта порядка 95% за счет ртутных двигателей, которые внутри стояли. То есть ртут раскручивалась в разных направлениях между собой, да, создает определенное поле, которое достаточно вредно для всего живого. Вот немцы этот опыт воспроизводили у себя, значит, в подземельях. Была такая организация, как 3Z, которую курировала ННРБ. И вот этот проект колокол, то есть в виде колокола такого металлического был объект, который заливалось в изотопортутик серум-515. Вот он такой фиолетового цвета, но опять же это металл. И его таким образом раскручивали, что в радиусе 200 метров все живое лишалось красных кровяных телец, а растения лишались хлорофилла. То есть каким-то образом шло вот это преобразование. Я думаю, что да, он подошел к этой разгадке и, в принципе, может быть, и разгадал ее. Потому что да, в одиночку построить из таких блоков, пусть это там ракушечник, но опять же он легок в обработке, но он очень тяжелый еще. Да, и поднять несколько там тонн, а то и десятка в тонн. Применили противоволитые праздники? Да, но она ушла вместе с ним. То есть остались, в общем-то, некие технические приборы, которыми он пользовался. Опять же тут вот говорится о том, что помогал как бы звук, инфразвук. И, возможно, вот именно добивался какая-то резонансная частота, которая каким-то образом изменяла гравитационную силу или вес самого вот этого объекта. Вот. Да, именно. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Да, и есть такие прям развалины, такое ощущение, что огромнейшие блоки, построенные в каких-то сооружениях, на фоне которых обычные храмы, которые мы воспринимаем как некие гигантские, они просто смешные, маленькие. И вот действительно нету гор, то есть это равнина, и вдруг вот такие навалы вот этих вот блоков просто как будто взорвали какой-то неведомой силой, а что из них было построено, мы можем только представлять себе фантазию. Вот, кстати, интересная тема в Африке, аэропорт Юн-Дум. Вот эта полоса была построена на мегалитическом объекте, который был построен неизвестно кем и когда, но он позволяет вот именно приземляться очень крупным летательным аппаратом, и даже шаттлы американские могут садиться на эту полосу. Им осталось только вот его там заасфальтировать и все. А на самом деле вот весь фундамент, вот эти вот все блоки, они были построены еще в какую-то мегалитическую эпоху и, возможно, также служили для посадки летательных аппаратов только предыдущей цивилизации или тех там пришельцев, которые посещали нашу Землю. То есть это вот один из фактов. Это вот большой Зимбабве. Зимбабве интересное сооружение, которое тоже непонятно для чего было построено, потому что оно не несет функцию крепости. То есть вот такие узкие проходы между стенами созданы недостаточно. Опять же вот интересные тоже мегалиты, которые стоят друг на друге, ну объяснить это движением ледника очень сложно. Скорее всего, это было поставлено, построено специально с некой целью показать, как говорится, могущество предыдущей цивилизации. Ну, тут вот след отпечаток тоже недалеко там от Верхонесбурга. Вот такие вот интересные постройки из камней, поставленных друг на друг. Ну, кстати, вот полигональная кладка, она присутствует не только в Перу, как вот многие считают, но и вот, например, в Греции. На территории Турции есть каменные кладки, которые тоже построены по такому же принципу. И даже несколько дольменов, вот недавно мне прислали фотографии, к сожалению, они у меня только на телефоне есть. Там прям видно, что некие элементы полигональной кладки вот в составном дольмене. Очень интересно. Я до этого в одном только на пшаде дольмене нашел вот такую вставку, как у полигональной кладки, а здесь вот мне прислали полдольмена, так построено было. Ну, там обычные блоки как бы стоят, но среди них несколько есть блоков, которые между собой, вот так сказать, имеют такие границы совершенно другие, неровные. А вот под углом все сделаны. То есть это говорит о том, что создать этот блок для них не представляло какой-то задачи особой. Да, и они могли в любых плоскостях их соединять, причем соединение очень четкое, а для этого же нужна геометрия, понимаете? То есть люди должны рассчитывать не только, как говорится, параллельные или перпендикулярные пространства. Это, кстати, вот пирамида на территории Греции разрушенная. Ну, она небольшая, но в то же время имела вот такое пирамидальное строение. То есть это уже мы не можем отнести к античному периоду существования. Это какая-то допотопная, скорее всего, цивилизация строила. Либо тоже вот тот же самый неолит. Сейчас посмотрим. Ну, это волконский дольмен. Единственный, кстати, сохранившийся полностью монолитный дольмен. То есть обычно полумонолитные делались в виде корыта и сверху накрывалось плитой. А здесь он как бы сделан просто внутри скалы. Да, да. Ну, это мы ездили вместе с ней. Институционная поездка у нас была. Снизу я как раз стою. Ну, это пещера в Китае. Один из крестьян обнаружил в пруду, что бездонное дно. И решил откачать воду из этого пруда. В итоге это стало делом почти всей его жизни. Ему удалось это сделать. И в итоге обнаружились вот эти вот пещеры, которые по виду своему как некий карьер, который был использован для выработки камня. Но когда и кем это было сделано, неизвестно. Причем следы вот этих вот в виде таких полос, они образуются только при использовании современного горнопроходнического оборудования. Обычными скребками это сделать невозможно. То есть явно фреза работала. Но это древнее сооружение, которое вот очень долго находилось под водой. И наша цивилизация к нему отношений не имеет. Ну, это старые. Здесь вот интересно, да, изображен Кайлас. Дом счастливого камня. То есть вот это вот считается, что это искусственное все-таки сооружение. Ну, эзотериками, естественно. Ученые говорят, что это обычная гряда. Слева от нее находятся там зеркала времени. Ну, и вообще считают, что сам Кайлас — это пирамидальная структура, которая тоже была построена и оставлена на некой сверхцивилизации. Это может быть каких-то богов или гигантов, которые присутствовали на Земле. Ну, Кайлас, конечно, это такая тема, что нужно там побывать, чтобы понять, что там происходит. Это Челябинская область, Большие Аллаки. Вот, тоже равнинная местность совершенно, и на ней присутствуют вот такие вот огромные скальники, которые, ну, достаточно причудливые формы. И испокон веков люди, в общем-то, относились к ним как к неким таким храмовым сооружением. То есть, там есть изображение еще эпохи и палеолита, и более поздних, как говорится, жителей. Тут вот красивое озеро Аллаки находится, на которое в детстве мы ездили рыбу ловить. И никогда, в общем-то, внимания на этот объект я, в общем-то, не обращал до последнего времени. Здесь вот сундук, то есть, есть такое место, сундуки, тоже интересная скала. Это, сейчас скажу, нет, это недалеко от алтаря, Тула, по-моему, по-моему, Туве. Надо в интернете посмотреть, сундуки называются. Это еще одно изображение Хайласа. Это как раз вот зеркало вот это. То есть, оно имеет такую вогнутую форму интересную. И люди, которые, ну, попадают в область действия этого зеркала, они очень быстро теряют свою жизненную, не то что силу, то есть, очень быстро растет щетина у людей. Они там за два часа могут двухмесячный, как бы, срок пройти. И йоги, которые хотят пути из жизни, они приходят, там, медитируют и достаточно быстро просто покидают, как бы, свое тело и свою жизнь. Ну, это уже, их, как говорится, йоговский выбор, да. Поэтому, когда делают кору, то есть, обхождение Хайласа, ну, стараются не задерживаться в области действия этих зеркал, и, конечно, не задерживаться в области действия этих зеркал. Всем известный, как говорится, кузбасский такой феномен. Слав, как называется, не помнишь? Это я забыл. Ну, да, да, ну, рядом с Кузбассом это горная шория. Да, туда было несколько экспедиций, и вот некоторые блоки, они огромного размера, но очень похоже, что это сделано технологически. То есть, это не просто породы, как говорится, таким образом растрескалась, а действительно были созданы эти блоки. Так, ну, это Западная Украина, там тоже есть интересный такой вот мегалитический комплекс, то есть, вырезанные пещеры такие внутри. В Ростовске, что ли? А? В Ростовске, что ли? Нет, не Ростовске. В Ростовске. Не, нет, это не отца есть. Это на Западной Украине, около Ивана Франковской. Это вот дольмен, он находится рядом с Лазаревским, там есть Солоники, называется ущелье, и вот на самой верхушке горы вот находится такой дольмен, я его назвал Старик. Он интересен тем, что вот эта скала, она была все-таки привнесена, то есть, она имеет такую закругленную форму здесь, с интересной поверхностью в виде таких вот круговых шариков. Мы такие шарики можем наблюдать, например, у нас в Коломенском есть вот деревий камень, он тоже сделан вот такой же поверхностью, как будто вот камень кипел и застыли вот эти вот пузыри этого камня. Интересно, и вот эта поверхность чем? То, что в Англии и во Франции очень много таких мегалитических комплексов, очень похожих вот по своей структуре именно вот на такие шарики. Они еще чем-то напоминают чешую змеи. И такая же чешуя присутствует на тайском таком, в Таиланде есть тоже комплексы, там каменная змея, так называемая, огромная змея, свернувшаяся кольцами и имеет такую голову, и у нее тоже чешуя вот такой же формы. Вот этот дольмен, он двойной, здесь еще у него есть маленький дольменчик такой пристроенный, крышка, она разломана, она имеет тоже отверстие, и вот сбоку у него есть такая пирамидальная как бы башенка. Кстати, вот в ущелье с другой стороны от Лазаревского, в Мамедовом ущелье, там тоже есть такой, такого плана дольмен, тоже имеющий такую форму пирамидальную. Он так и называется там иногда дольмен-целитель или дольмен-пирамида. Кстати, вокруг этого дольмена есть еще около шести или семи дольменов, таких малоизученных, они там некоторые разрушены, некоторые сохранившиеся, а вот с правой стороны, тут метров 200 от него по склону, есть очень красивый такой дольмен-грибок, ну если я сейчас найду фотографию, я вам покажу. Вот, и вокруг него тоже происходят некие чудеса, там люди исцеляются. У меня знакомый, который является руководителем, хозяином фирмы Тверской Пепы, вот Радик его зовут, вот он с нами ездил, и он просто полчаса постоял коленками, прикоснулся к этому дольмену, и у него прошел артрит, который он лечил в течение шести лет, ездил в Израиль, заплатил кучу денег, не мог вообще избавиться от этого заболевания, туда-то он еле поднялся с этими ногами своими, но потом он бегал как этот, и до сих пор вот он неблагодарен и говорит, что действительно спас его этот дольмен, то есть такое чудо произошло. Так, ну это вот тоже блоки горной шори, это на Дальнем Востоке интересные тоже каменные такие образования сохранились на побережье Охотского моря, тоже вот в Дальнем Востоке, это вот чертово городище рядом с Перми, да, интересно тем, что вот имеют такой проходы между вот таких крупных каменных образований, вот, и ощущение такое, что это было кем-то построено когда-то. тоже считается, что природная стена, но очень похоже на кладку. Интересно тоже скала, как гриб, это Менгир, это опять горная шори, а вот, кстати, этот дольмен-целитель, который на Мамедовом щели. Ну, здесь каменная плита с такой древнерусским текстом, который просто замуровали фундамент какого-то здания в Москве. То есть белокаменная. Это, значит, по-моему, Ватавара, то есть гора Ватавара, где тоже интересные есть объекты, очень похожие на, как бы, созданные трудом какой-то цивилизации. То есть в виде такой вот ванны. Есть там лестница еще, но экспедиция Склярова и Жукова, в общем-то, не признала это за технологическую обработку. Сказали, что это все-таки природная. Вот журатпульский геоглиф Лось, так называемый, это Челябинская область рядом с озером Журатпуль. Оно, кстати, самое высокое по уровню на Урале находится, на перевале. Да, кстати, похожие на геоглифы, которые на плато Наска находятся. Вот этот дольмен, про который я говорил на реке Жанне, вот возрождение, самый центральный, где как раз изображен этот счет 40-40, внутри там на левой стенке. Это вот интересный объект, найден на дне Черного моря, рядом со скалой Парус в Просковеевке. Да, и причем он там не один, их несколько, то есть такие вот в виде как бы крыши на двух таких вытянутых камнях. И человек может проплыть вот между ними. Наш вот там знакомый парень, который охотится на рыбу в этих местах, вот он как раз сфотографировал и рассказывал про эти объекты. на глубине порядка 22 метров. Ну это уральские камни, это вот как перетаскивали Дром-камень под основание памятника Петру. Так, это опять же вот под Ивано-Франковском то, что я говорил про Украину. Это вот Дальмен на горе Нексис, вот солнечный Дальмен. Здесь вот изображена Заволжская стена, которая имеет длину порядка 2300 километров от Астрахани до Перми. Ну где-то вот в степях там Заволжских, Астраханских находится начало этой стены. Она прямо вдоль всей Волги, туда до Перми идет. Да, да. Ну она не больше, но она, факт то, что говорят, что построили при Петре Первом за 4 года старанием каких-то там этих. Ну на самом деле, когда ее исследовали, она конечно это земляной вал, но внутри есть белокаменные блоки. То есть не везде она, видимо, была земляной. Вот, возможно, ее просто разобрали на строительные материалы, его досталось только как бы основание этого стены. То есть фортификационное сооружение, которое было направлено не как бы против Сибири, то есть туда, ну пред Уралия, а против наоборот европейской части России. И кто построил и когда, в общем-то до сих пор остается загадкой. Тоже вот интересное каменное сооружение. К сожалению, не помню где, но по-моему мне говорили, что это где-то вот под Сочи находится. Вот это вот. Нет? Да? А, ну может быть. Вот возможно, да. Но вот видите, тут прям конкретная стена построена. Ну явно, что это не природное сооружение, а построено было с определенными целями. Вот. Опять же, это горные шори. Здесь вот найденный блок на Урале, явно имеющий следы такой механической обработки. хотя вокруг обычный курумик насыпан, то есть, ну, есть блоки похожие на отполированные, но их достаточно мало. Там такие вот встречаются, короче, вот такие объекты. Возможно, это было какое-то сооружение просто разрушенное в незапамятные времена. Вот. Такую интересную вот расколовшаяся скала, либо разрезанную. Ну, это вот, скорее всего, Манькупунюр на Северном Урале. Ну, может быть, и другого места. Ну, такая же, типа, скала выветривания и, в общем-то, похожий рельеф местности. Ну, не могу точно сказать по поводу... так сказать, это просто красивый снимок. Ну, это Синькамень, да, сам известный. Этот дольмен находится рядом с Шапсугой, станиц Шапсугская. Такой вам достаточно известный там дольмен. Это вот странный остров в виде такой древней крепости, тоже на территории России. В Хакасии находится на одном из озер. То есть, какую роль играло это городище, ну, сейчас трудно узнать. Не знаю, археологи занимаются там, исследованиями или нет. Но, вот видите, сохранились еще даже крепостные стены. Это зимой. Ну, а здесь вот в Геленджике мы видим вот такую интересную гору, которая очень напоминает пирамиду. И православная церковь поставила на ней вот поклонный крест. Здесь тоже интересная такая каменная пещера, так скажем, имеющая такой вход, как будто бы его делали специально. Это тоже, кстати, в Краснодарском крае. Это находится рядом с Алухаулом. Есть такое урочище Тридуба, так называют. Ну, то есть, нужно там переехать, вернее, перейти по подвесному мосту через реку Псгоу и подняться наверх. И там есть дальменная группа и есть интересные вот фискальные такие образования, которые тоже, видимо, использовались и были каким-то образом обработаны древними. Там есть жертвенник, очень интересное такое место, где прям изображение, с одной стороны смотришь, это медведь, с другой стороны, как будто это голова дракона. Ну, вот, вкрапление какого-то совершенно другого камня, кругообразного такого. Ну, я фотографии сейчас найду, вам покажу. Тоже вот интересная такая вкладка. Ну, это, скорее всего, конечно, природное образование, но, опять же, если немножко пофантазировать, то можно подумать о том, что какая-то древняя цивилизация, может быть, таким образом оставляла свои следы, когда использовала природные богатства земли, то есть, как карьер. Обработанную породу, возможно, просто в некоторых местах высыпали, образовывая вот такие вот матрацевидные структуры в виде скальников, особенно на возвышенности. И часто, когда изучают эту структуру, основа, как бы, она из другого совершенно камня. То есть, говорить о том, что эта скала там произошла из той же породы, на которой эта скала находится, иногда бывает несовпадение. То есть, это, в общем-то, своего дальнейшего исследования еще ждет. Если доказать, что нижняя порода отличается от верхней, то явно, что это было привнесено и построено. Это вот на Байкале нашли недавно такой интересный камень. Видит, да, пирамидки такой. Как, каким ветром ее туда задуло, неизвестно. Тоже вот интересные скалы развалившиеся. Ну, это вот на Кольском полуострове такая вот пирамидка. Опять горные шури. Вот интересная тоже структура, как зеркало времени, похоже очень на тибетскую. Находится у нас, ягарки называется, рядом с Енисеем, на Ярском крае. Это вот лестница как раз горы Ватавара. Ну, я бы сказал, что это все-таки искусственное строение. Но многие говорят, что это природное образование. Вот интересные разрушенные объекты. Вот прям стена. Еще одна пирамида. Вот такой шар, в Карелии где-то. Это вот Липецкая область. Интересная тоже структура камня. Это опять же Кольский полуостров. То есть вот интересная квадратная прямо ванна высеченная в скалах. Это Шихан на Урале в Пермском крае. То есть это такой скальный выступ, который как стена, в общем-то, на большое расстояние достаточно распространена. Да, возможно, она и несла когда-то какую-то функцию, как веду. Просто со временем разрушилась и вот остался такой скальник, который считается, в общем-то, природным. Ну, наверное, уже утомил я вас всех своими рассказами. Да, тема интересная, да. Поэтому смотрите передачу, приходите к нам на лектории. В этот раз, наверное, у нас не состоится вот 11-го числа, но с сентября месяца мы все-таки, наверное, займемся уже этим основательно и будем там уже проводить регулярно. Вот. Спасибо вам всех за внимание. До свидания.